Шагнуть за границу. С чем столкнулись украинские беженцы в Европе и почему правозащитники бьют тревогу? Миллионы жителей Украины после начала конфликта покинули свою страну. Многие из них устремились на Запад, прежде всего в европейские государства. Кто-то бежал от военных действий, а кто-то воспользовался возможностью переехать в более благополучные страны. И хотя на Западе беженцев из Украины встречают гораздо радушнее, чем выходцев из ближневосточных стран, далеко не для всех украинцев за границей становится вторым домом. Как живется украинцам в Европе? Почему в зоне риска оказались дети? Что делает Евросоюз для их защиты и на что надеется украинским беженцам в будущем? Об этом и не только в обзоре Билда. О чем говорят цифры? Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта около 14 миллионов украинцев покинули свои дома. С 24 февраля по 29 ноября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности около 7 миллионов 890 тысяч беженцев из Украины. При этом за последнюю неделю их число выросло почти на 31 тысячу. В национальной программе временной защиты и поддержки в Европе включены более 4 миллионов 770 тысяч беженцев. Наибольшее число украинцев приняла Россия – это более чем 2,8 миллиона человек. Пятерки стран по количеству принятых беженцев – Польша, Германия, Чехия и Италия. Исходя из статистики, Чехия приняла наибольшее количество беженцев на душу населения в Европейском Союзе. При этом около 20% прибывших украинцев уже вернулись на родину. По данным МВД, в настоящее время украинские беженцы составляют от 3,4% до 3,7% населения Чехии. Точно их количество в стране установить невозможно, поскольку в Евросоюзе действует свобода передвижения. Интересно, что около 35% украинских беженцев в Чехии – это дети и молодежь до 18 лет. Из числа взрослых 72% составляют женщины, около 5% – люди старше 65 лет. То, что среди украинских беженцев преобладают женщины и дети, является характерным для всех европейских стран. Это связано с тем, что после начала конфликта власти Украины запретили покидать страну мужчинам призывного возраста – от 18 до 60 лет. Почему правозащитники бьют тревогу? Еще весной ряд гуманитарных и правозащитных организаций выразили обеспокоенность по поводу безопасности прибывающих в Европу украинских беженцев, которые могут стать жертвами торговли людьми. Тот факт, что из Украины в основном выезжают женщины и дети, лишь усиливает опасения. Они едут на запад Европы, не зная, где, как и на что будут жить. Молодые беззащитные женщины-беженки, часто с маленькими детьми – потенциальная жертва злоумышленников, сообщал в апреле телеканал Евроньюз. Отчаянным положением беженцев могут воспользоваться криминальные группировки и злоумышленники. На многих пограничных постах, а также на вокзалах были замечены мужчины, предлагающие помощь прибывшим из Украины девушкам. Одни делали это бескорыстно, другие – нет. Еще одна площадка для работы злоумышленников и торговцев людьми – это социальные сети, где публикуются предложения об оказании помощи в кавычках «женщинам-беженкам». Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выразило беспокойство по этому поводу и предупредило украинцев о существовании преступных группировок, которые обещают бесплатный транспорт, размещение, работу и иную помощь, а затем используют людей в своих целях. Обеспокоенность и безопасность украинских беженцев в Европе выразила и Международная организация по миграции. В МОМ заявили о случаях сексуального насилия и попыток эксплуатации со стороны некоторых людей, которые предлагали беженцам бесплатный транспорт и другие услуги. Отчеты МОМ говорят, что Украину в основном покидают неполные семьи – женщины с детьми и пожилые люди. Некоторые из них перемещаются без сопровождения и разлучены со своими близкими, заявил гендиректор МОМ Антонио Витторино. По его словам, именно эти группы населения наиболее подвержены риску торговли людьми. Тревожные данные на этой неделе опубликовала европейская медиасеть Евростив. Она сообщила, что 29 ноября в Европейском парламенте был поднят вопрос о торговле людьми в странах ЕС. Выступившие на заседании законодатели ЕС, представители неправительственных организаций и гражданского общества, выразили обеспокоенность ростом случаев торговли украинскими беженцами, а также их сексуальной и трудовой эксплуатации. По словам заместителя директора организации ООН «Женщины в Европе» Джоанны Бишоп, украинские женщины, приезжая в европейские страны, нередко сталкиваются с экономическими тяготами. Они оказываются в уязвимом положении, чем пользуются работорговцы. Бишоп отметила, что торговцы людьми все чаще используют онлайн-платформы для поиска потенциальных жертв. Слова Бишоп подтвердил представитель ОБСЕ Валиан Ричи. По его данным, с начала украинского конфликта число случаев насилия над украинскими беженками в европейских странах выросло на 260%. Ричи заявил, что работорговцы зачастую действуют через социальные сети. При этом он отметил, что закон о цифровых услугах, принятый в ЕС, ввел правила и обязанности для всех операторов в цифровой сфере, но не предусмотрел механизмы противодействия торговли людьми на интернет-площадках. Правозащитники считают, что Европейский Союз и Европол должны усилить борьбу с торговлей людьми и гарантировать беженцам безопасность. Почему в опасности дети? В августе испанская газета El Mundo опубликовала статью под названием «Тысячи украинских детей рискуют попасть в руки торговцев людьми». В ней говорилось, что беспорядочный поток беженцев из Украины в страны ЕС создает благоприятные условия для торговцев людьми и преступных группировок, загоняющих людей в сексуальное рабство. По данным El Mundo, ежегодно в ЕС бесследно исчезают 250 тысяч детей. Издание обратило внимание, что порядка 90% украинских беженцев – это женщины и дети, что создает дополнительные риски. Данные риски связаны с тем, что в некоторых странах ЕС нет строгого пограничного контроля, учета мигрантов и контроля за тем, кто прибывает из Украины. В связи с этим ЮНИСЕФ призвала правительство европейских стран, граничащих с Украиной, установить эффективные системы контроля и защиты несовершеннолетних, пересекающих границу, и быстро идентифицировать детей без сопровождения взрослых. Газета El Mundo решила выяснить, какие страны приняли меры по регистрации уязвимых групп беженцев, в том числе несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В связи с участившимися предупреждениями о деятельности группировок, занимающихся торговлей людьми, журналисты издания запросили информацию у ряда европейских стран. Оказалось, что только четыре страны – Франция, Италия, Бельгия и Чехия – ведут учет детей, прибывших без сопровождения взрослых. В их базах данных содержится информация о количестве детей, их возрасте и поле. Хорватия и Нидерланды также ведут списки, но менее подробные. Как минимум 3885 детей прибыли без сопровождения взрослых в эти стран только за первый месяц конфликта. Особенно здесь выделяется Италия, в которую в период с 24 февраля до 30 марта прибыло 2995 украинских детей. Еще пять стран, среди которых Испания, Словакия, Великобритания, Польша вообще не ведут учет детей или же ссылаются на конфиденциальность данных. Газета El Mundo связалась с государственным секретариатом безопасности Министерства внутренних дел Испании. Однако там заявили, что информацию о прибывших украинских детях они не предоставляют. В Словакии отметили, что это конфиденциальные данные. Остальные страны также не предоставили информацию. Без точных и актуальных данных невозможно разработать хорошие системы защиты. Нужно ввести реестры всех детей. Необходимо отслеживать их случаи, пока вопрос не решится и ребенок не окажется в безопасной среде. Мы не можем защитить детей, которых не видим. Пробелы в идентификации, учете и контроле несовершеннолетних украинцев, прибывающих в ЕС, вызывают серьезную озабоченность, заявили в Европейской организации по защите детей Missing Children Europe. Организация озабочена тем, что дети, с которыми потеряна связь, могут стать жертвами насилия или жестокого обращения. Нехватка данных о детях-мигрантах, особенно пропавших без вести, очень тревожит. Каждый такой случай указывает на пробелы в системе социальной защиты несовершеннолетних, сообщили в организации. Эль Мунда удалось выяснить, что в случае с Украиной Словакия расследовала 30 дел, связанных с возможной торговлей людьми. Однако обвинения не подтвердились. Между тем, Нидерланды расследовали два дела о сексуальной эксплуатации. Бельгия, Хорватия и Чехия не обнаружили никаких подозрительных случаев. Вызывает беспокойство тот факт, что ряд европейских стран не смогли ответить на запросы журналистов о возможных жертвах торговли людьми. Какие еще трудности поджидают украинцев в Европе? В первые месяцы после начала конфликта украинские беженцы получили в странах ЕС ряд льгот и привилегий, о которых выходцы ближневосточных стран могли только мечтать. На это обращали внимание и СМИ, и представители международных организаций. В интервью Euronews председатель независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирии Пуалу Пиньеру заявил, «Я связан с сирийским кризисом в течение 11 лет, и я очень удручен этой разницей в обращении. Я не критикую открытость и щедрость по отношению к украинцам, они это заслужили. Но я бы очень хотел, чтобы такое же отношение применялось и к сирийским беженцам». Еврокомиссия еще в конце февраля рекомендовала странам ЕС сократить бюрократические проволочки для граждан Украины, желающих выехать в Европу. Страны блока согласились принять украинских беженцев без применения стандартной процедуры о предоставлении убежища, которая зачастую затягивается на долгое время. Политика открытых дверей будет действовать в течение трех лет. На граждан Украины распространяется так называемая «директива о временной защите». Она дает, среди прочего, право на проживание, возможность трудоустройства, доступ к жилью, предоставление социальной помощи и медобслуживание, а также доступ к системе образования. Население европейских стран активно подключилось к помощи украинцам – от оказания транспортных услуг до предоставления жилья. Так, в Великобритании была запущена правительственная программа «Дома для Украины». Ее суть состоит в том, что каждый гражданин Великобритании может стать спонсором для оформления украинским беженцам гуманитарной визы. Необходимые условия, чтобы принять участие в программе – наличие у потенциального спонсора свободной комнаты или квартиры, где беженцы смогут бесплатно жить не менее полугода. В странах Европы повсюду открывались центры оказания помощи беженцев, куда неравнодушные европейцы несли продукты, одежду, средства гигиены, детские игрушки, постельные принадлежности. В общем, все, что могло понадобиться украинцам на первых порах. Однако со временем ситуация начала меняться. Во-первых, ресурсы людей не безграничны, особенно если учесть, что европейцы сами оказались в трудном финансовом положении на фоне кризиса. Во-вторых, никто не ожидал, что конфликт затянется. Многие из тех, кто предоставил жилье украинским беженцам, по прошествии нескольких месяцев поняли, что не в состоянии и дальше обеспечивать своих гостей. Так, многие украинцы оказались бескрышны над головой. Условия в центрах содержания беженцев в странах ЕС не предполагают комфортной жизни, а заработать самостоятельно на аренду жилья не так просто. Ситуация для украинских беженцев в Европе постоянно меняется и часто не в лучшую сторону. Часть стран прекращают выдавать денежную помощь украинцам и отменяют бесплатный проезд в общественном транспорте. Другие приостанавливают прием бегущих от конфликта людей, писала еще в июле украинское издание «Страна». Так, в Польше к украинским беженцам с лета отменили денежное пособие. Власти заявили, что таким образом они стремятся побудить приехавших в страну украинцев устраиваться на работу и самостоятельно оплачивать свое содержание. Также с начала июля перестал действовать бесплатный проезд для украинцев на польской железной дороге. При этом остался доступ ко всем социальным благам, социальной помощи, медуслугам, обучению в школах. На днях из Варшавы пришла еще одна неприятная новость. С 1 марта 2023 года проживание украинских беженцев в польских учреждениях коллективного размещения станет платным. В первое время беженцы будут оплачивать 50% стоимости проживания, а спустя несколько месяцев – 75%. Нововведение не будет касаться детей, беременных женщин, многодетных, людей с инвалидностью и пенсионеров. В еще более затруднительном положении украинские беженцы в Болгарии. Их переселили из отелей в гетто для беженцев, состоящее из вагончиков с общими удобствами, а также уменьшили размер компенсации на питание и проживание. В правительстве Болгарии заявили, что в стране больше не могут обеспечивать роскошное проживание украинцев в отелях. Оказалось, не готова к приему украинских беженцев и Великобритания. В октябре британское издание The Independent сообщало, что в Соединенном Королевстве стремительно растет число украинских семей, оказавшихся без жилья. Показатель роста за месяц – 22%. Согласно статистике, с конца февраля органы власти Великобритании получили 1915 обращений со стороны украинских семей, которые оказались без крыши над головой. На проблему с размещением прибывших из Украины беженцев обратила внимание и газета The Guardian. По ее данным, в 2023 году в Великобритании без крыши над головой могут оказаться около 50 тысяч украинских беженцев. В Бельгии у украинцев также возникли сложности с поселением. Часть из них разместили в лагере для беженцев, где люди живут месяцами, не имея возможности зарегистрироваться. Не просто украинцам арендовать жилье за деньги. Бельгийские арендодатели не хотят сдавать квартиру украинцам, поскольку их статус временной защиты истекает в марте следующего года, а в Бельгии сдают обычно на более долгий срок – от трех лет. Германия столкнулась с нехваткой места для украинских беженцев. В связи с этим некоторые регионы остановили прием мигрантов. Власти Саксонии заявили, что у них недостаточно средств для выплаты пособий беженцам. В землях Северный Рейн, Вестфалия и Бавария сообщили, что в ряде городов допустимый порог по приему беженцев превышен. Людей пытаются перенаправить в те населенные пункты, где еще остались места. В Берлине из-за нехватки мест украинцев начали селить в контейнерах. Ситуация осложняется из-за трудностей в трудоустройстве. Из-за языкового барьера и недостатка квалификации многие украинцы не могут рассчитывать на высокооплачиваемую работу. Ранее правозащитные организации в странах ЕС отмечали, что беженцам нередко приходится соглашаться на незадекларированную и низкооплачиваемую работу. В этом плане показательным является пример Польши. По данным издания «Страна», украинцам предлагают в основном вакансии, на которые сами поляки не идут за такие же деньги. Уборщики, посудомойки, работники складов, сборщики урожая. Беженцы из Украины, которые трудоустраиваются на работу в Польше, столкнулись с урезанием зарплат и незаконными штрафами. Иногда работодатели обещают бесплатное проживание со всеми удобствами. Правда, нередко по приезде оказывается, что удобство – это 10-20 человек в комнате в домике, похожем на сарай. Спать приходится чуть ли не на досках, а кормят бутербродом и тарелкой супа. Но даже такую работу для украинских беженок найти непросто. На польском рынке труда не хватает мужской рабочей силы, строителей, представителей рабочих профессий. Женщин не хотят брать, потому что это тяжелая работа. Однако, в трудоустройстве нуждаются прежде всего женщины, поскольку именно они становятся беженцами. Ожидать ли зимой новой волны беженцев? В сентябре УВКБ ООН провело опрос среди беженцев из Украины. Его результаты показали, что большинство украинских беженцев – 82% – хотят вернуться домой. 13% из них намерены это сделать в ближайшее время. Если сравнивать с началом весны, поток беженцев из Украины в страны Европы значительно уменьшился. Немало украинцев решили вернуться обратно. Летом Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон констатировала, что потоки украинцев, приезжающих в Европу и уезжающих из нее, практически сравнялись. Кто-то не смог привыкнуть к новым условиям жизни, а кто-то и не планировал оставаться надолго в чужих краях. Однако, с наступлением холодов ситуация может измениться. Перебой в электроснабжении и подаче тепла в дома могут вынудить тысячи жителей Украины выехать из страны. По оценке ВОЗ, предстоящей зимой еще 2-3 миллиона украинцев могут покинуть свои дома в поисках тепла и безопасности. Немецкий политик из феодальной земли Северной Рейны Вестфалия Фредерик Паули прогнозирует, что на фоне холодов поток желающих покинуть Украину может вырасти. И в Германию направятся десятки, а возможно и сотни тысяч беженцев. При этом он заявил, что немецкое общество приближается к критической точке из-за роста числа беженцев, припывающих из Украины. Ситуация осложняется непростой экономической ситуацией, связанной с ростом цен и энергокризисом Германии. В то же время в Европарламенте призвали к большей солидарности в Европе в вопросе приема беженцев из Украины. Так, глава ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что если наплыв украинских беженцев увеличится нынешней зимой, то Западной Европе придется взять на себя больше ответственности. Вместе с тем, в Киеве не ожидают массового наплыва украинских беженцев в Европу этой зимой. Об этом, в частности, заявила первая вице-премьер Украины Юлия Свериденко. В то же время результаты опроса, проведенного в Украине аналитическим центром международной компании по трудоустройству Grammy Personal, показали, что 13% респондентов уже планируют выехать из страны на зимний период. Еще 20% опрошенных заявили, что пока намерены оставаться в Украине, но если проблемы с отоплением, электричеством или водой будут носить долгосрочный характер, то они готовы временно переехать за границу. К чему готовятся Европе? Когда украинский конфликт только начинался, на Западе заявляли, что готовы с распростертыми объятиями встретить беженцев из Украины и предложить им самые лучшие условия. Однако обещать проще, чем выполнять. На сегодня в ряде европейских стран заявили, что возможности для размещения украинских беженцев исчерпаны. Ситуацию усугубляют экономические трудности, с которыми столкнулась Европа. Конечно, до закрытия границ пока не дошло. Беженцы из Украины могут по-прежнему въехать на территорию европейских стран. Однако в Евросоюзе уже начали пересматривать условия оказания помощи украинцам. Поэтому надеяться на то, что условия для беженцев будут становиться лучше, пока не приходится. Усталость европейского общества от украинских беженцев, да и в целом от мигрантов, вполне понятна, отметил в беседе с RT замдиректора Института истории и политологии МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, Европа еще полностью не оправилась от миграционного кризиса 2015 года, как столкнулась с новой волной приезжих. Политикам легко делать заявления, ведь принимать переселенцев в своих домах будут не они. К тому же, нынешние внутренние проблемы в виде инфляции и энергокризиса просто не дают возможности среднестатистическому европейцу взять на обеспечение бедствующего заседа, пояснил Шаповалов. Он напомнил, что Евросоюз представляет собой довольно пестрое сообщество с разными традициями, представлениями и уровнем жизни. Поэтому ждать от стран ЕС единой позиции по данному вопросу не стоит. В свою очередь, профессор дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров в разговоре СРТ указал на существенный разрыв между политическим истеблишментом европейских стран и их населением. В этом плане показательно выступление главы МИД ФРГ Анналены Бёрбак, которая напрямую заявила, что ее не интересует мнение простых немцев в вопросе дальнейшего оказания помощи Украине. Она и подобные проводники евроатлантических взглядов, так как своей карьерой они обязаны заокеанскому партнеру США. Поэтому во главе угла для них будут всегда стоять интересы Вашингтона, а не своих граждан, пояснил он. Примечательно, что США, которые лидируют по поставкам военной помощи Украине, приняли около 85 тысяч беженцев из этой страны. Такие данные приводит издание The Wall Street Journal со ссылкой на службу гражданства и иммиграции США. По сравнению с Европой, это капля в море. Но если разобраться, все закономерно. Украинский конфликт ведь в Европе, а не в Америке. Поэтому Европе и нести бремя издержек. Несмотря на то, что у военных США сейчас хватает противоречий с латиноамериканскими странами, военных действий они там не затевают. Другое дело за океаном. Тут подожгли там, и вот миллионы людей – сирийцев, иракцев, афганцев – бегут из своих разрушенных стран. Куда? Конечно, в Европу. И будут бежать еще очень долго. Ведь разрушать не строить. Так же и с Украиной. Европа должна понимать, что миграционные потоки из Украины – это надолго. И раз уж пообещали помочь, то нужно выполнять. И это касается не только беженцев, но и тех украинцев, которые остались в своей стране. И лучшая помощь – это ни оружие, ни танки, ни гранаты. Ими сыт не будешь. Люди нуждаются в тепле, в крыше над головой. И самое главное – в мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова